Добро пожаловать на канал Harderazit Info, это устройство Sharp Aquas Sense 2. Сейчас я покажу вам, как сбросить FRP-блокировку. Вот видите, в левом верхнем углу у меня есть замочек. Как же сбросить FRP-блокировку с этого телефона? Итак, вначале нужно выбрать русский язык систем. Это важно. Затем выбираете регион и нажимаете начать. Нажимаете пропустить и ждем. Подключаемся к сети Wi-Fi, поэтому выбираем сеть и вписываем пароль. Вписываем пароль. Вписали. И теперь, теперь, теперь нажимаем на кнопочку подключить. Отлично. Ждем проверки обновления. Затем нажимаем не копировать. Отлично. Теперь смотрим, он у нас требует какой-то графический ключ. Какой толком не понятно, потому что, ну, он был забыт. Ну, допустим, да? Поэтому мы нажимаем использовать аккаунт Google. И если вы помните аккаунт Google, тогда вписывайте. Если нет, тогда повторяйте за мной. Нажимаете и удерживаете на пробел. Нажимаете языковые настройки. Затем нажимаете добавить клавиатуру и выбираете Азербайджанский. После чего в правом верхнем углу нажимаете на троеточие и справка отзыв. Затем о функции Switch Access для Android. Если у вас его не будет в топе, тогда воспользуйтесь поиском и найдите его. После этого нажимаете на видео один раз. В правом верхнем углу нажимаете на троеточие и смотреть позже. После чего нажимаете продолжить. Спасибо не надо. И открываете поисковую строку. Здесь вписываете адрес нашего сайта hardrezet.info.slash и пишите bypass. Нажимаете далее. После того, как вы вписали hardrezet.info.bypass, спускайтесь вниз и нажимаете settings. То есть выбираете просто значок настроек. После этого спускайтесь вниз еще раз и выбираете пункт безопасность. Спускайтесь опять вниз, нажимаете блокировка в приложении, ставите галочку и ставите галочку еще раз. Поскольку у нас был раньше графический ключ, мы должны выбрать другой способ блокировки. То есть я выбираю пин-код. Нажимаем да и придумываете любой абсолютно пин-код, просто чтобы сейчас сбросить старый пароль. Поэтому придумали, нажали далее, далее. После того, как все у вас получилось, нажимаем и удерживаем кнопку питания. Нажимаем перезапустить и ждем пока телефон перезапустится. Отлично. Подтверждаем свой пин-код, который только что придумали. Нажимаем пропустить, идем далее, далее, как обычно. Видим, что мы все еще заблокированы. Нажимаем не копировать, отлично. И теперь видим, что вместо графического ключа, который он требовал ранее, он теперь требует у нас пин-код. Мы естественно вписываем тот, который мы только буквально пять минут назад с вами придумали и вуаля, он нас пропускает. Мы нажимаем пропустить, пропустить и видим, что замочек у нас растворяется и мы можем настроить телефон без вот этого вот всякого. Нажимаем принять, мы принимаем. Видите номер блокировки еще раз, не знаю зачем, но хорошо. Пропускаем, сканер отпечатков нет. Ну вот и все, можем пользоваться телефоном. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если вдруг возникли вопросы или проблемы, тогда подписывайтесь, тем более, и задавайте вопросы в комментариях. Вопросы подписчиков читаем каждый день и отвечаем на них. До скорых встреч. До свидания.